...автор 20-й век и более широкое обсуждение должно быть необходимым. Спасибо. Спасибо. Ну что, приобретемся на полчаса и вернемся к какому? Или еще кто-то сейчас хочет? А давайте? Да, конечно. Еще возникли вот такие соображения. При просмотре, опять же, девички, с одной стороны, кажется несколько сомнительным вообще то, что в первые два дома поставили стихотворение. Это, видимо, к какой-то степени дальняя уже традиция, связанная с созданием улья. И начиная с 65-го года, потом было в издании, которое подготовил Бабарека, то же самое, в первых вывозах первого его поэтические произведения. Но, мне кажется, все-таки Бунин ассоциируется у читающей публики, хотя мы готовим, конечно, не для широкого читателя, а для специалистов. Но все-таки, в первую очередь, Бунин прозаевает большинство. И, мне кажется, вот с этой точки зрения ставить стихотворение на первые, на первые, на первые, на первые, на первые, на первые, на первые. Собрание сочинений, потому что их готовы уже, собственно, стихотворные, там, в самом точке зрения, наверное, да, это да. В некотором смысле обоснованном. Но, в том числе, в том числе, в том числе, что Бунин в сознании нас, в первую очередь, бразаев, потом уже боев, переводчики, мальчис и так далее и тому подобное, мне кажется, что структура собрания сочинений в этом смысле не очень обоснованна, что ли. Это одно, что я хотел сказать. И, второе, по поводу, опять-таки, публицистики. Помимо опубликованных публицистических произведений, в Африксе еще есть небольшая часть неопубликованных произведений. Вот, в частности, некоторое время назад я обнаружил в Госархиве России, и опубликовал его замерку музыкой, которая была написана на смертный блог и в связи с тем, что от блоги писали в эмиграции. Текст этот не был публикован, хотя предназначался для печати. Немного, немало этого предполагалось публиковать его в общем деле. Это, с одной стороны. С другой стороны, в архиве Бритте есть и неоконченные вещи, которые тоже практически носят характер публицистический. Вот, например, Мальцев, по-моему, упоминает в одном из своих статей текст, который называется «Предэкспрессионный», и который не был публикован, и честно его покажут. Непублицистикам. Непублицистикам? Это наоброс. Ну, наоброс. Но все равно, в большей части, как это стимуляторно относится, не публицистические, а просто публицистические. Ну, значит, я не очень в этом смысле хорошо оцветовала. Но, тем не менее, возможно, есть какие-то другие неизвестные тексты. Вот здесь вопрос, как это включается уже в том публицистике? В общем потоке, среди опубликованных произведений? Или же, если на одно-два, допустим, есть ли смысл выделять какое-то отдельное разделение? Может, действительно, в общем потоке дать? И сесть в комментариях, указать на то, что это не опубликованно. Хотя предназначено для печати. Спасибо. 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 Ну, пожалуйста, я вам приветствую. Не буду мне. А вы постарайтесь, если вы не поблагодарите. Я вас могу поговорить. О, спасибо. Так, ну я хочу всех очень-очень поблагодарить за это вот такое живое, очень хорошее, полезное, благотворное обсуждение. Очень важное это. Спасибо большое. Спасибо. 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 Да, очень хорошо. Спасибо. Насчет других редакций вариантов. Да, конечно, в комментариях не будут даваться ни в варианте, ни в соответствующем разделе. В комментариях максимум, что может даваться там по стихам. Кстати, со стихами там есть один нюанс. Он нигде не просвеживается, хотя, по-моему, в технологической инструкции написано. Мы еще над этим подумаем, будем ли мы учитывать разночтения культурационные. Вообще, у Мунина это безумно интересно. И, строго говоря, их надо учитывать. Но это займет определенное место. Но смысловое и на собственных стихах очень большое значение. То, что когда ранее стихи он писал, представил очень часто использовал многоточие. А в десятые годы он терпеть не мог это многоточие. А те же, читая «Рух и всего» первые томы прозы, и говорят, что ты какая-нибудь с тупкой пишешь, я всю шуку алкогом обуславил. А тот ему отвечает. Ну, так это как написалось-то. Но дело в том, что по стихам легче узнать. Вот первая публикация многоточие. Там через несколько лет публикует уже флот, заменяет точкой. И Василий Саверсов, извините, это три настроения, три источки. И вот как-то это учитывать, оно обязательно нужно. Функтуация. Евгений Владимирович, я не буду цитировать «Знатность Гунина» на томах Петропольского собрания с чиними, везде сохранить подчеркнутые трижды мои знания, как я знаю. Но дело в том, дело в сути этого вопроса. Ну, вообще, это общеизвестный факт, что есть так называемые авторские многих прогринания, и любой классики есть, и любого классического русского писателя. И приводить сельство Гунина к современным нормам, как по правилам. Это график по актуации, по актуации, на мой взгляд, будет не очень оправданно, и, может быть, вообще не оправданно, потому что Иван Васильевич во многих случаях намеренно делал именно так. Например, в стихотворении «Цветы Швилии» и «Трава реколосе». То есть он неполновенько это знает. При разных публикациях, по правилам, по запятой должности, перечисления, то была одна публикация, где не было ни одной запятой. Я сейчас не знаю. Ни одной запятой. Вот в этой срочке. Вот. Потом он, наверное, перетернулся запятой. «Прозия» — это масса. Просто про пропускацию, мне кажется, это отдельно надо прописать. И, со одной стороны, не забывать про самого Иван Васильевича. Просто про его особенность такую. Плюс про то, что, действительно, малайкаповские знаки. Пробинания даже делаются. Можно я ответ прикол? Мне кажется, очень простое решение есть. Где значим, а там и сохранить. Где значим. А где вот эта линейка значимости? Ну так вот, где вы говорите, что важно, там и сохранить. Нет. Я линейку. Я на себя такой удивительный. Так. Насчет Антона Владимировича. Спасибо большое. Насчет публицистики. Хочу признаться. Там, скорее, дома идти переподелены. Не по смысловому и содержать комплексу. Просто по формальному. По объему. Я прикинул. Вот это займет дворцов. Возможно, что я ошибаюсь. И тут совершенно справедливый был коллег Николаевич. Надо составить именно план, не просто образец, а план проспел с росписью домов. И я уже это начал делать. И, кстати говоря, по прозе. Я это сделаю. У меня есть. Я потом покажу. Вот это разделение по прозе. Там проблемы не стоят как со стихотворением. Потому что, например, два будущих дома прозы вообще со стихотворного раздела. То, что Бунин включил все вот в эти гармонических рамки произведения в свое будущее. И там так и есть. Один раздел и все это деление. Насчет деления тоже можно об этом вагоноте поговорить. Что эти вообще не идти никак и так далее. Так, а как интервью? Ну, безусловно, это что-то надо отдельно совершенно добавить. Потому что он не афорский текст. Возможно, даже в день. Насчет определенных дней в совершении. Да, надо бы просто посчитать объем. Вот если бы, Артур Владимирович, вы бы это сделали. Хотя бы прикинуть, какой объем. Потому что дома все-таки должны быть более-менее одинаковые. И может быть там один дом 20, а слабо другой 50. И поэтому, если это где-то будет приближаться к 40 листам, тогда это другой разговор. Я понимаю, что там тип комментарии, какая на меня, это совершенно другой тип комментарии прозаического множества и поэтического темория. Безусловно. Как и его статьи «Публицистические другие». Хотя, в принципе, как вы прекрасно, но лучше меня знаете, числой «Публицистики» у него мало. И это слово в заголовке, например, «Тома в ряде» будет объяснимо и как-то аргументированно. Потому что он все-таки публицист, там числой «Публицистики» наберется на десятки-двадцать лет. Остальное – это все-таки «Публицистические», «Критические». Все связано с литературой. Это начало 2021-2020 годов, так согласен. То есть, поэтому, как и от слова «Публицистика» в заголовке неудоблено. Неудоблено. Потому что это можно в комментариях писать, что угодно. И вот тут совершенно на свое дело Галя Николаевна говорила, что заголовки домов нужно выстроить. Безусловно, от слова «произведение» уходить. Ему не будет, конечно, этого слова. Там они будут заглавлены именно так, что туда будут входить. Ситуарения, процесс, статьи и так далее. Все. Спасибо еще раз большое. Спасибо. Ну что, если продолжаем перейти после, если вернемся сюда. Переверюсь на полчаса. Переверюсь на полчаса.